Здравствуйте! Владимирская область впервые вошла в один из самых масштабных культурных и одновременно добровольческих проектов страны. Пройти бесплатное обучение смогут три сотни владимирцев, а всего в рамках школы волонтеров наследия на бесплатной основе. Основам реставрации научат две тысячи человек из десяти регионов. Причем здесь музей-заповедник? Узнаем прямо сейчас у его генерального директора Светланы Мельниковой. Светлана Евгеньевна, добрый вечер! Добрый вечер! Напомню зрителям, что нам можно позвонить и задать свой вопрос. Телефоны на ваших экранах 32 43 22 32 62 33. Начнем с волонтеров. Давно и охотно помогают музеи-волонтеры в уборке усадьбы Храповицкого. И там работа еще ого-го. Не хочется обижать их, но все-таки работа физическая, да? Больше. В основном, да. Теперь новая масштабная добровольческая акция, она уже все-таки с научным подходом, реставрационным. Музей открывает школу волонтеров наследия. Кого там ждут, кого в итоге выпустят? И, собственно, можно ли что-то будет серьезное этим людям поручить? Ну, ответ на первый вопрос. Мы ждем всех. Конечно, нам очень важно, чтобы к нам пришли молодые люди. Но, как показала практика сегодняшнего дня, к нам записываются на эти, нужно сказать, курсы люди самого разного возраста. Что мы ждем от этой программы, от этого движения? Конечно, освоить курс реставрации за такой минимальный срок абсолютно невозможно. Но вот эти люди, которые придут к нам в рамках этой программы, они получат некоторый теоретический курс. А потом лучшие специалисты музея-заповедника, реставраторы, обладающие колоссальным опытом работы, просто познакомят людей, насколько это возможно в рамках этой программы, с тайными профессиями. Это будет знакомство с профессией реставратора по камню, реставратора по металлу, реставратора по дереву. Мы не ждем, что этот кропокременный курс даст людям образование. Но самое главное, что это знакомство даст людям понимание. Помните прекрасный великий фильм «Доживем до понедельника». И там были произнесены самые главные слова, мне кажется, ради которого фильм был снят. Счастье – это когда тебя понимают. То есть мы этим проектом увеличиваем количество людей, которые понимают, что такое сохранение культурно-исторического наследия. Это самое главное. Усадьба в Муромцево сегодня единственная территория, где нужны добровольцы, где эта помощь нужна постоянно. Конечно, нет. Когда рассматривались варианты этого проекта, мы рассматривали возможность работы и в Суздале. Там есть огромные комплексы, музей древянного зоотчества, Спаса-Эфимиямский монастырь. Но вот вы знаете, это как в семье. Ребенок с проблемами самый дорогой. Филиал Муромцево самый сегодня сложный для Владимира Суздальского музея. И нам показалось очень важным и промыслительным, что эти курсы пройдут именно там, в Муромцеве. И те люди, которые не были в Муромцеве на протяжении последних двух лет, увидят те образования, которые, несмотря на отсутствие больших денег, все-таки произошли. И для меня очень важно, чтобы человек, который приедет в Муромцево, проникся абсолютным убеждением и пониманием того, что это важно сохранить. Это нужно отреставрировать. Это нужно не вообще кому-то, а это важно и нужно именно для меня. Поэтому, посоветовавшись с коллегами, мы приняли решение, что эта программа будет происходить именно в Муромцеве. Ну и есть вещи, куда волонтеров особо не пустишь, потому что есть понятие реставрации. Там даже обычного строителя-то близко не подпускают весной и летом, пока и туристов никуда близко не подпускали. Вообще о туристах мечтать особо не могли. В палатах шел ремонт. И ремонт, в общем, продолжается, хотя уже, может быть, не такой масштабный. Обновление первого этажа еще не закончено. Кое-что уже увидела пресса, кое-что уже увидели специалисты. Я предлагаю посмотреть, о чем я тут сейчас рассказываю. Давайте. В палатах Владимира Суздальского музея масштабные перемены. Посетители должны попадать в особую атмосферу уже на входе, считают музейщики. Гардероб в палатах стал просторнее. Совсем скоро здесь разместят диваны, где дети смогут переодеться и сменить обувь. А взрослые отдохнуть, пока ребенок занят в детском центре. Фойе поставили отремонтированные часы 19 века и открыли музейный магазин. На первом этаже восстановили шестигранную плитку, типичную для старинных построек. А в коридоре детского центра создают улицу 19 века. На одной из картинок старого города изображен кот в память о художнике Владимире Рузине, который так любил рисовать этих животных. То есть это не просто улица, как раньше. Она становится интерактивной. Здесь будут, не буду говорить заранее, я вам когда будет сделано, покажу. Очень интересное электронное решение. Приятно удивят и музейные туалеты. Они не просто оборудованы по современным стандартам, включая удобство для инвалидов. Здесь установили витрины с уникальными музейными экспонатами, туалетными принадлежностями 19 века. С помощью этого крючка, например, мужчины застегивали пуговицы на перчатках. Оценить преображение палат пригласили Любовь Котелкину, которая руководила музейным комплексом почти 30 лет. Вы знаете, настолько хорошо. И я очень рада, что оставлен старый детский центр, но сделано все по-новому. Вот я очень горжусь, что я работала в палатах, и что я сейчас могу спокойно, совершенно сюда заходить, приходить с внуками, радоваться каждому их шагу. В планах закончить ремонт помещений фондов музейной библиотеки и приобрести витрины для выставок детского центра. Музейщики также хотят сделать в палатах читальный зал. Экспозиции стали или станут доступнее, сервис комфортнее, но ведь есть, наверное, такие работы, которых никогда турист не увидит, а их тоже много. Конечно. Есть так называемая подводная часть айсберга. Фонды музея-запловедника – это сокровищница. И хранить фонды – это целая наука. Сегодня к сохранности Федерального музейного фонда страны требования очень большие. Это температура, это влажность, это материал, из которого сделаны шкафы, стеллажи. И вот это все оборудование, оно стоит очень больших денег. Это та невидимая работа, которую большинство людей никогда своими глазами не увидит, поскольку доступ фонда в основном для специалистов и для исследователей. И мы, несмотря на этот период пандемии, гордимся тем, что нам удалось до ее начала и в период этого непростого времени сделать очень многое. Музей отремонтировал, привел в порядок в соответствии с сегодняшними требованиями большое количество служебных помещений, купил оборудование, библиотека уже полностью оснащена. И в ближайшее время будут проведены торги на специализированное обороне для хранения редких первопечатных и рукописных книг. Это очень дорогие вещи. И экспозиционно они людям не будут представлены. Но это не значит, что этого не надо делать. Вы знаете, ну вот очень важно, чтобы в ресторане не только зал был красивым, да, но и кухня была в порядке. Чтобы все было чисто, чтобы все было сделано по требованиям, чтобы все было безопасно. Вот пандемия дала нам возможность заниматься именно этим. А что касается входной группы, ну, конечно, мы страшно переживаем, что нет посетителей. Что мы потеряли огромный поток. И, конечно, потеряли очень много денег. Доходы, неполученная прибыль очень большая. Но, с другой стороны, ну вот мы подумали и решили. А вот сейчас то самое время, когда мы можем безболезненно заняться именно входной группой. Именно подумать о том, как сделать удобной и комфортной зону приема посетителей. Что еще сделано в палатах, чего, я все-таки еще раз повторю свой вопрос, чего мы никогда не увидим, потому что нужно было менять. Я говорю об инженерах, конечно, коммуникации. Мы сейчас активно занимаемся покупкой оборудования, которое обеспечивает температурно-влажностный режим. А значит, сохранность наших предметов. Вот все это оборудование стоит очень серьезных денег. И музей смог осуществить закупку этого оборудования и, так сказать, установку его. Сейчас сыгран контракт на очень серьезные работы в золотой кладовой. С одной стороны, это очень красиво и эффектно, когда музейная экспозиция находится в памятнике архитектуры. Но любой директор музея скажет, это счастье, когда здание специально построено под музей. Там все учтено – служебные помещения, венткамеры, воздухоходы, зона приема посетителей, служебные помещения. А вот музей-заповедник живет в памятниках. И никто никогда не предполагал, что это будут музейные экспозиции. Поэтому оборудование этих пространств осложняется огромным количеством лимитирующих документов и сложностями организации. Вот сейчас, до конца года, я очень надеюсь, что нам удастся осуществить проект «Контракт сыгран» на организацию специального помещения, которое обеспечит температурно-влажностный режим в золотой кладовой Спасо-Ефиминского монастыря. Эта история дорогая, но очень важная. Во Владимире реставрация идет в доме Столетовых. И это видно, потому что здание закрыто лесами. Эти работы на старте, на экваторе или на финише? Эти работы идут в соответствии с графиком. Окончание работ – декабрь этого года. Но когда делается реставрационный проект, никогда невозможно учесть всех особенностей проекта. Вот сегодня мы с реставраторами, со специалистами обсуждаем такой вопрос, что финальный проект реставрации может разиться после окончания реставрационных работ. Ведь очень многие вещи – так называемые скрытые дефекты. И вы никогда не узнаете, что там внутри. Но, условно говоря, вы снимаете штукатурку с цокольной здания и помещения, а под ней находятся некие деревянные несущие конструкции, которые могут прийти в негодность и просто стать трухой. Значит, их надо изъять, их надо заменить. А это проектом не предусмотрено. А в рамках проекта учитывается только 10%. И вот тут начинаются муки адовые. А потом очень хочется, чтобы внутреннее пространство было отреставрировано с учетом, ну, скажем так, стиля XIX века. И становится понятно, что элементарная ручка на окне сегодня с учетом изменения курса стала намного дороже. То же самое с обоями. Я подозреваю, что когда мы начнем монтаж экспозиции, мы столкнемся со стоимостью светильников и всего остальное. А доходы, к сожалению, маленькие. Ну, что делать? Будем решать проблемы по мере их поступления. Но в декабре реставрационные работы будут закончены. То есть сегодняшнее падение доллара – это тоже про музей-заповедник? Это тоже для нас проблематично. А на этой неделе вами была озвучена серьезная проблема для музеев и музея, если мы говорим с большой буквы, музей-заповедник. Это отсутствие парковок рядом с музейными объектами. И в первую очередь для туристических автобусов, которым вот такой клочок 4 на 6 или 2 на 6 им не подойдет. Вы видите решение этой проблемы вот в какой-то ближайшей перспективе? И куда вы обращались? В мэрию Владимира, Суздаль, еще куда-то там, кидыкши с этими проблемами? Ну, в Суздале немножечко легче, потому что существует городская парковка в центре города, существует парковка около Спаса-Эфимиева монастыря. Да и город, в силу того, что там очень большое количество таких небольших улочек, предполагает даже какую-то хаотичную парковку. Владимир – большой современный город. И особенности города таковы, что он, ну, вы прекрасно понимаете, это город, вытянутый вдоль Клязьмы. И город живет своей жизнью. Люди покупают дома, люди покупают землю. И сегодня мы сталкиваемся с проблемой, что парковка стала действительно вопросом номер один. И, к сожалению, вот сама собой эта проблема не рассосется. Мне кажется, что здесь нужен такой очень взвешенный, спокойный аудит. Проанализировать, где есть пространства, еще, ну, скажем так, не купленные кем-то, еще относительно свободные. Понять, в чьей собственности они находятся. И все-таки решать эту проблему. Что меня беспокоит, что мы можем стать транзитным городом. Владимиру есть что показать. Люди сегодня достаточно избалованные. И идти откуда-то далеко, бросая свой транспорт, ну, никто особенно к этому не готов. Поэтому сейчас важно, как никогда, наличие такой логистической, грамотной парковки именно в центральной части города. И ведь есть законы туризма, есть законы бизнеса. Ведь туризм – это, прежде всего, экономика. И сегодня мы понимаем, что это нефть сегодняшнего дня. Мировая практика показывает, что каждый иностранный турист, приезжая куда-то, оставляет примерно тысячу долларов в то место, в которое он приехал. Но пускай наша жизнь несколько скромнее. Если наш турист оставляет условно в международном эквиваленте 300 долларов, все равно с учетом того потока, который приезжает во Владимир, это очень серьезные деньги. Ну, значит, надо на это реагировать. Ну, во Владимире проблема с парковками не единственная, и не только у нас она есть. Она везде. Она во многих городах, это такая проблема сегодняшнего дня. Вот предлагаю посмотреть на вроде бы маленький населенный пункт. И даже там проблема с парковками. Территория вокруг храма Бориса и Глеба в селе Кидикша Суздальского района. Газель с туристами села в грязь основательно. 15 минут водитель пытался выбраться из ловушки. Церковь Бориса и Глеба – памятник 12 века наследия ЮНЕСКО. Поток туристов сюда огромный. И что такое спокойная жизнь, селяне забыли. Им приходится бороться за придомовое пространство. Туристы ставят свои машины вплотную к домам. Людям пришлось установить пластиковые барьеры. Теперь транспорт паркуют прямо на центральной улице, блокируя жителям выезд с участков. Ну то, что никто не хочет помочь. Например, все прекрасно знают, что это здесь существует. Те же музейщики все это знают, что эта проблема здесь существует. Они приезжают сюда, деньги какие-то здесь забирают, ну и с кассы, наверное. Они же все это видят. Ну никто не хочет отреагировать. Потому что здесь никто не живет и что, нормально. А ведь оставить машины есть, где рядом с музейным комплексом есть свободная территория. Но на ней ни разметки, ни знаков. Еще одна проблема – туалетный вопрос. Жители жалуются на то, что туристы не спешат посещать оборудованные кабины за 20 рублей. Нужду справляют прямо в кустах. Как говорится, что русские жили всегда на помойке. Так оказывается, что мы и сейчас живем на этой помойке. А у нас здесь иностранцы приезжают. Им даже смешно. Видеть это. Это просто стыд и все. Все личные разговоры селян с туристами заканчиваются скандалами. Музейщиков жители просят решить проблему с парковкой и включить в стоимость билетов бесплатное посещение туалета. Светлана Евгеньевна, как всех помирить? Я вам хочу сказать, что бесплатное посещение туалета – это уже реальность сегодняшнего дня. Человек, который приезжает посмотреть церковь Бориса и Глеба, получает специальный талончик, который позволяет ему бесплатно пользоваться туалетом. То есть вот мы со своей стороны что можем – делаем. Но есть такое понятие, как нецелевое использование средств. И музей-заповедник не может организовать парковку не на своей территории. Более того, существует такая проблема, как буферная зона памятника. Особенно памятника ЮНЕСКО. А церковь Бориса и Глеба – это памятник ЮНЕСКО. Значит, на определенной территории около него парковку организовать нельзя. Ну, хочется же подъехать прямо к воротам, к дверям. Да, это запрещено законодательством. Поэтому она должна быть где-то в стороне. А вот эта часть в стороне – это уже не земля музея-заповедника. Но привыкли говорить, что вот музейщики – музейщики. Вот поверьте, вот все, что только можем, мы делаем. Так, переносимся в Суздаль и уже не о коммуналке. Давайте сегодня в Суздале представили новую книгу руководителя Суздальского филиала «Музея о городе». Этот труд будет интересен только местным жителям. Да. Это совершенно замечательное издание. И автор его Алла Савернова-Зайкова, которая была выпускницей Московского университета, этнографического факультета. И она больше 15 лет занималась исследовательской работой. И вот я абсолютно счастлива, что нам удалось в этом году издать ее книгу «Два века Суздальской истории». Это рассказ о Суздальцах, рассказ о домах, рассказ о людях, рассказ об удивительных событиях. Мне кажется, это очень здорово. И все-таки, вот еще раз, это для местных или это для владимирцев, или это для всех? Нет, вы знаете, она такого широкого предназначения, эта книга. Но вот мне очень трудно судить, потому что для меня она безумно интересна. Но, конечно, мы показываем памятники, конечно, мы показываем академическую экскурсию, да, рассказываем о Суздале сквозь века. Но мы всегда должны понимать о том, что за каждым памятником, за каждым событием стоят определенные люди. И вот эта книга, она как бы погружает нас чуть-чуть глубже. Кто такие Арефьевы, купцы Суздальские? Кто такие Агаповы? Кто такие Лихонины? Кто такие Беловы? Понимаете, это, ну, просто как будто ты слой за слоем открываешь вот эту вот диковинную, ну, я не знаю, ракушку и погружаешься в недры истории Суздаля. Потому что Суздаль с полной меры основания можно назвать перекрестием русским судеб. Что такое русская история? Это история каждого человека, семьи, которая складывается вот в эту всеобщую историю. И мне кажется, что это очень правильное начинание. И хочется надеяться, что и Алла Савировна продолжит эту книгу. Потому что это вот, это вскрыт небольшая часть, небольшой слой. И я сегодня обращалась к научным сотрудникам молодым с просьбой, не тратьте время попусту, не тратьте, пишите. У музея-заповедника есть возможность самим издавать книги. И это очень важно. Как известно, рукописи не горят. И я воспринимаю эту книжку как еще одну важную ступеньку на пути к великому празднику тысячелетия города Суздале. И еще Суздале. На днях в городе увековечили память первых, или одних из первых руководителей Сульского музея. Алексей Варганов, Василий Романовский. В честь первых директоров появилась такая мемориальная доска. В связи с этим у меня вопрос, который уже коллеги задавали. Но ответ почему-то не всегда один. Откуда же музей-заповедник ведет свою историю? То есть из Владимира, из Суздали и от какого директора? Вы знаете, что Владимирский музей, что Суздальский музей, время примерно одинаковое. Это 20-е годы. Но сначала они как бы развивались каждый по своей линии. Владимир сам по себе, Суздаль сам по себе. А вот музей-заповедник – это уже 58-й год, когда после войны во многих местах, в том числе и в Суздале, и в Петербурге, вот я только что была на архитектурном форуме, создаются реставрационные мастерские. И трудами реставраторов было восстановлено и возвращено к жизни огромное количество памятников. И стал вопрос, надо искать хозяев для этих памятников. И вот тогда возникают первые семь музеев-заповедников. Что касается музеев Владимира и Суздаля, то это были маленькие такие губернские краеведческие музеи. И вот Василий Иванович Романовский, незаслуженно забытое имя, но, наверное, вот в этом великом движении вперед, когда Суздаль поднимался, когда строились экспозиции, шла мощная реставрация, эти имена как-то вот ушли на второй план. Но всегда есть время собирать камни. И то, что мы вернули имя Василия Ивановича Романовского, царского чиновника, он занимался начальными школами в княжестве Финляндии. Его брат был очень активным деятелем белого движения. И у меня вот такое собственное ощущение, что, наверное, этот человек приехал в маленький Суздаль для того, чтобы, наверное, затеряться в это непонятное страшное время гражданской войны и этого лихолетия. Но он был дворянин, он был интеллигент. И он отдавал себе отчет, какие памятники, какие сокровища хранит Суздаль. И он видел, как разоряются церкви. И он понимал, что кто-то должен взять на себя ответственность. И когда он впервые выступил с инициативой создать музей, никто на это не среагировал. Но, слава Богу, была такая организация, глав музея. Приехал профессор Судожаров, и он поддержал Романовского. И в 1922 году, в апреле, создается музей. И к памятным датам Октябрьской революции, в 1923 году в архиерейских палатах создается первая музейная экспозиция. Если бы не было Романовского сегодня, не было бы Золотой кладовой, не было бы музея древнерусской живописи, не было бы поздней иконы, не было бы выставки древнерусских книг, много чего бы не было. Мы должны просто земным поклоном поклониться этим людям, которые в полном смысле слова совершили подвиг. А Алексей Дмитриевич Варганов, он приезжает уже в 1930 году. И, кстати говоря, взаимоотношения царского чиновника и крестьянского сына Варганова, который был представителем нового поколения, нового веяния, складывались очень непросто. Прошел год, и они поменялись местами. Романовский стал научным сотрудником, Варганов стал директором. Наверное, их взаимоотношения были непросты. Но кто мы такие, чтобы судить их? Самое главное, что эти люди сделали главное. Они сделали Суздальский музей. Такие же подвижники были во Владимире. И сегодня мы имеем Владимира Суздальского музея-заповедника. Упомянутый Петербург, третий всероссийский архитектурный форум. Я не был, вы были. У меня ощущение по журналистским материалам, что там говорили только о Суздале. Ну, во всяком случае, да. Там представляли концепцию аптекарского огорода и восстановление фруктового сада, яблоневого сада в Спас-Ефимии. Сад будет возрожден и уже возрождается по какому-то старинному проекту, или все по новой? Вы знаете, просто я имела счастье выступить с докладами и на круглом столе Ассоциации исторических парков, и на центральном трибуне форума с темой сохранения исторического ландшафта. Памятники очень важны, но памятники находятся в гармонии с окружающей средой. И если бы, представьте, мы имели музей деревянного зодчества без засеянных льняных полей, без знаменитых пуховых грядок, без этих просторов, это был бы уже не музей деревянного зодчества. Если бы мы не имели Спас-Ефимийский монастырь с традиционным яблоневым садом, с аптекарским огородом. А ведь известно, что в монастыре был больничный корпус, и там, в общем-то, занимались проблемами здоровья. И подняли документы, нашли уникальные издания, ну, например, врач сам себе. И сегодня это актуально как никогда. Сегодня, когда человек должен нести ответственность за собственное здоровье, и далеко не всегда, особенно в период пандемии, разумно находиться в стационаре, человеку как никогда, может быть, стоит обратиться к истинным народным средствам. Лишний раз подумать о том, что ты ешь, что ты пьешь, как ты пытаешься сбить температуру. Потому что наши предки оставили нам очень много замечательных рецептов. И вот я как раз рассказывала о том, что важно сохранить вот эту гармоничную, естественную, ландшафтную среду. Как в Кремле, как около Кидыкши, как в Музее Древянного Зодчества. И самое парадоксальное, что сегодня нет такого учебного заведения, которое готовило бы специалистов исторического ландшафта. Ландшафтом сегодня занимаются научные сотрудники. А это должны быть специально обученные люди, которые готовятся стать специалистами ландшафтного дизайна, ландшафтной исторической архитектуры. Это очень важно. О Крыме. Честные связи. У музея, у вас лично местом, с которым связана одна из трагических страниц русской истории, российской истории, русский исход. В музее Алушты, довольно скромном музее, открылась выставка книг, принадлежавших православному мыслителю Ивану Шмелеву, который имеет прямое отношение к Владимиру. Хотя земляком, наверное, не назовешь. Вот только экспонатов там всего три. Я удивляю. Вы знаете, когда я случайно, ну не случайно, конечно, приехала в Алушту, в музей Сергея Ваценского, и увидела этот маленький музей имени Шмелева, у меня сердце сжалось, потому что там практически не было подлинных экспонатов. Там были копии фотографий, копии документов. Но есть такое понятие «гений места», как говорил Лихачев. А что здесь настоящего? А настоящая здесь атмосфера. Вот здесь, в доме рядышком, на горе, Шмелев пережил самые трагические моменты своей жизни. И волей судеб случилось так, что музей-заповедник стал обладателем трех евангелиях, которые как бы очертили круг самого сложного периода его жизни. Первое евангелие было куплено им в Севастополе, в музее образования, прямо на проспекте Нахимова. Он приехал в Крым, поскольку там находился его сын, офицер артиллерийский. И им с женой казалось, что в этом теплом, богоспасаемом мире они легче переживут ужасы гражданской войны. Чудом удалось купить маленький домик в Алуште. И вот сын исчезает. Шмелев не может его найти. А к нему приходит архитектор и, стесняясь, просит описать книги, которые находятся в доме у Шмелева. А у него, кроме этого, евангелия и собственных его книг ничего не было. И вот этот эпизод он описал в своей великой книге «Солнце мертвых». Именно это евангелие. Второе евангелие, которое он купил в Грассе, когда он эмигрировал, когда он понял, что сына никогда не увидят. И его приютил Бунин. И, собственно, это евангелие на французском языке возвращало его вот в этот французский мир. И третье евангелие, которое в Швейцарии ему подарил епископ Женевский Леонтий в то время, когда его незаслуженно обвиняли, когда он болел, когда он был в полном отчаянии, умерла жена, это евангелие принадлежало святейшему патриарху Тихону. И вот нам показалось очень важным, что в год Великого Русского Исхода, через сто лет после этих трагических событий в музее Шмелева должны побывать три эти евангелия. И мы это сделали. Экспонаты через неделю возвращаются. Да, пятого числа они возвращаются к нам. Большая выставка «Пыль чужих дорог», о запретной и малоизвестной, сознательно неизвестной, романтизированной теме гражданской войны, русского исхода. Мы от белых или от красных? Вот такой вопрос хочу вам задать. Это вопрос, на который нельзя найти ответ. Потому что это вопрос провокация, и это вопрос трагедия. В этой истории нет ни правых, ни виноватых. В этой истории есть трагедия и есть кровь. С этой историей невозможно примириться. Почему так тяжело воспринимается вся эта информация. Но вот я где-то прочитала, что надо отойти в сторону, чтобы увидеть в профиль уходящую эпоху. Вот мы ушли в сторону на сто лет. Много это век или мало? Я не знаю. Но Россия – великая страна. И великая нация. И у музея есть великое преимущество. Это преимущество его величества факта. И музей может себе позволить роскошь предоставить эти факты. Только великая нация может позволить себе говорить правду. Это не всегда принимается. Это не всегда однозначно воспринимается. В угоду чему-то или кому-то всегда есть какие-то трактования. Но самое главное, что люди любили свою страну. И та волна иммиграции, часть которой очень близко связана с Владимирской землей, они стали подарком для тех стран, которые уехали. И мы пошли для себя важным об этом рассказать. Огромное вам за это спасибо. До свидания. Все в музей. В области более 3800 памятников. У нас пятое место по России. Помощь государства, помощь добровольных помощников. Ой, как важно. Завтра говорим о совсем другом. О социальной политике региона с депутатом ЗАГС Собрания Сергеем Бирюковым. До встречи на губернии 33.